Здравствуйте, товарищи! На Вроре передача из цикла «Что делать?» В гостях у нас Владимир Анатольевич Лепехин, директор Института ЕС. Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Сегодня 20 сентября, первым делом мы, конечно, высказываем наши соболезнования пострадавшим в событиях в Перми и родственникам погибшим. Я думаю, что это событие тоже звенья общей цепи, которая направлена на ликвидацию России как цивилизации. Как состоявшиеся на прошлой неделе события под условным названием «Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации». Владимир Анатольевич, читали ли вы в наши с вами молодые годы рассказ Айзека Азимова «Выборы»? Читал, но, честно говоря, не помню содержание уже детально. Ну, конечно, читал. Но суть в чем, что, во-первых, этот рассказ, опубликованный в 1955 году, на минуточку, обратите внимание, был вот о чем. Что в 2008 году в США президент страны избирался с помощью гигантского компьютера, а также одного любого среднестатистического американца. То есть, сначала, в результате усовершенствования ВМ, результаты выборов предсказывались по половине, потом по половине этой половины. А в настоящий момент компьютеру потребовался только один человек, который выбирал президента, и имя этого человека стало так же популярно, как и собственное имя президента Соединенных Штатов. Я сегодня, честно вам скажу, до омерзения напоминал героя этого произведения. Я немножко вчера неважно чувствовал, поэтому я отрубился где-то в районе 21 часа. Проснувшись с утра, я увидел свою жену, которая сидела за компьютером на кухне, и она спросила меня, знаю ли я результаты выборов. Я сказал, что я еще не смотрю, но могу сказать следующее. Ну, вот, как я понимаю, что у «Единой России» примерно треть избирателей их поддерживает. Ресурс махинистический. Без особого напряга делается 15%, поэтому я жду от них около 50%. Значит, может быть, 48-75%. Я говорю, ну, вот, говорю, на втором месте КПРФ. Значит, да, результат лучше, потому что были колоссальные усилия, потраченные на поддержку различными разноуважаемыми товарищами. Идеи привести КПРФ к власти, а потом заставить их стать коммунистами. Поэтому, я говорю, результат будет лучше. В зависимости от успехов, я думаю, что у них где-то около 20%, может быть, чуть больше, до 25%. И она говорит, 19-85%, но сейчас пониже стало. На третьем месте я поставил ЛДПР, и говорю, а четвертое, пятое будут бороться, значит, новые люди и с пропозабора. Одна, которая на восходящем тренде, потому что новые люди, а другие, ну, очень скучные, они на нисходящем тренде. Зимоту, говорю, пять партий, и скорее всего, говорю, партии пенсионеров будет на шестом месте, но ей не дадут, потому что там достаточное количество самостоятельных людей силового блока, ветеранов силового блока. Значит, она сказала, что противно, и зачем ей было ходить на выборы, чтобы я мог ей сам все это рассказать без ее похода. Скажите, пожалуйста, у меня профессиональная аберрация, или на самом деле все столь предсказуемо, что аж противно? Ну, я с вами солидарен в том плане, что надо сегодня смотреть не на цифры. Цифры как раз абсолютно предсказуемы, вот по тем критериям, про которые вы говорите. Вот, а нужно смотреть на такие, во-первых, на последствия возможные, да, этих выборов, на некоторые такие фундаментальные моменты, ну, плюс, естественно, на некоторые нюансы, о которых, ну, кроме Авроры, никто не скажет. Потому что сейчас будет очень много публикаций разных программ, где все будут заниматься аналитикой, вот, усолить эти самые цифры, да, ругать Единую Россию, там, кто-то, кто-то высказывать неудовлетворение, значит, тем, как выступила КПРФ и прочее. Вот, я думаю, что нужно подчеркнуть... Будут кричать распни товарища Семина за то, что он говорил, что надо на выбор не идти. Ну, в том числе, да. Значит, я думаю, что нужно все-таки посмотреть на некоторые моменты, о которых никто не скажет. Вот. Ну, поскольку мы, вот, свои соболезнования высказали по поводу тех событий, которые происходят в Перми, вот, на самом деле, прямое отношение к выборам это имеет. Может быть, даже такое знаковое событие, что фактически в день подведения итогов этих выборов такая вот трагедия состоялась, очередная, да, очередной расстрел. В данном случае уже не школьников, а студентов в Перми. Тут несколько цепей есть, таких причинно-следственных связей. Ну, я одну эту цепь назову, которая, может быть, выглядит парадоксально. Но, тем не менее, мы помним, что еще в позапрошлом веке, да, в конце 19 века, когда в России начинался террор Российской империи, да, и убивали разных там чиновников, и в царя бомбы бросали и так далее, да. Ну, многие, как бы нынешние, такие противники левых, сторонники монархической идеи, обвиняют в этом большевиков, что вот это, значит, они заложили этот тренд на террор и прочее, прочее. Болг-болг против. Да, значит, и вот в итоге, и, собственно, это закончилось красным террором уже в 20 веке. Про белый террор говорят. Сейчас, как бы, не буду обосновывать, что тогда, когда начинался террор, никаких большевиков еще не было в России, да, но хочу просто заметить, что в ситуации вот этой вот жесткой империи, когда наметилось, наметилось очень, точнее, не то, что наметилось, оно существовало, как бы, исторически, вот это разделение на массу и элиту, элиту дворянства, да, и огромное количество образованцев того времени, которые сконцентрировались в Санкт-Петербурге, то есть в столичном регионе Москве, естественно, прониклись идеями такого социального переустройства, поскольку не было никаких политических каналов, да, чтобы они свою точку зрения излагали. Ну, они неизбежно, в силу отчаяния, может быть, да, многие, поскольку все программы, связанные с хождением в народ, да, все эти народные воли, земля и воли, все они, в общем, проваливались. То есть это рождало фрустрацию определенную, и поэтому наиболее такая радикальная часть вот этих вот новых левых сил, которые тогда возникали, ну, они, видимо, скатывались в террор, в том плане, что не видели другого способа. Но если я гляну на прессу начала 20-го века, вот особенно после того, как первую русскую революцию задушили, то фактически еженедельно террористы ликвидировали какого-то из руководителей среднего звена. И такое ощущение, я даже где-то читал, что люди боялись идти на эти должности. То есть в начальство, в чиновники, многие боялись идти, потому что постоянно были эти. Значит, поэтому вот тогда, когда начинается террор, всегда есть две стороны. То есть сторона, которая на самом деле провоцирует некую, точнее, проводит линию на реакцию, а ответом становятся такие радикальные действия экстремистского террористического характера. То, что мы сегодня видим некий всплеск таких радикальных каких-то поступков, ну, можно, конечно, списать это на сумасшедших, людей психически неполноценных, которые что-то хотят этим сказать. Можем списать это на действия западной пропаганды, западных фильмов, где такой образ подается, да, лихих деятелей, которые там стреляют, да, играют в стрелялки, потом в реальности стреляют, вот, в каких-то людей. Ну, с моей точки зрения, вполне возможно, политическая ситуация складывается в стране таким образом, что происходит подпитывание радикальных настроений, да, и многие люди, действительно, психически неравновешенные, не видят никакой возможности выразить свою точку зрения, кроме как вот каким-то таким поступком маниакальным террористического свойства. Вот, и именно вот с такой точки зрения нужно оценивать выборы, состоявшиеся, потому что мне кажется, что они были во многом знаковыми. Фактически на этих выборах закрылись все каналы реального политического участия народных масс, и если до этих выборов еще существовала какая-то иллюзия, что, например, Коммунистическая партия Российской Федерации аккумулирует протест, что есть возможность участвовать в выборах, да, левым патриотическим силам, то, по-моему, сейчас стало очевидно, что эти, как бы, иллюзии должны развеяться, и, в принципе, эти каналы политического участия, они закрылись. Вот, в этом смысле я хочу поздравить так называемых политтехнологов, ну, правильно, наверное, говорить об административных технологах правящей партии, которые сделали максимум возможного, чтобы правящая партия, которая по рейтингу не дотягивает до 30%, все-таки получила почти 50%. Вот, и мы прекрасно понимаем, как это происходило, потому что были использованы все возможности для этого, начиная от... мы, кстати, в одной из программ про это говорили, вот эти все административные ресурсы и административные возможности, которые партия власти использовала по максимуму. Вот, и трехдневное голосование, и карусели опять были, и подвоз, значит, бюджетников непосредственно к избирательным участкам, и произвол самих работников, да, избирательных комиссий, которые гасили каких-то наблюдателей оппозиционных там, вот, и некоторые инновации связаны с тем, что сейфы, в которых помещаются протоколы, да, имеют такое подвижное дно или подвижную заднюю часть, да, в которых можно легко подменить эти самые протоколы. Вот, и электронное голосование, которое стимулировалось, да, то есть люди, проголосовавшиеся по... Не могли, вроде, менять мнение даже, да, правильно я понимаю? Ну, это уже, как бы, скажем... Это следующая итерация. Второй уровень, да, вторая итерация, когда ты закладываешь предпосылки для того, чтобы можно было какие-то бюллетени подменить, да, двойные списки делать. В принципе, основной ресурс власти, об этом мало кто говорит, и об этом мало кто знает, это на самом деле вторые списки. Вот, до сих пор никто не проверил, полные списки избирателей, да, ну, есть некое плавающее число, количество избирателей, вот, но есть несколько вопросов. Например, студенты, которые голосуют дважды. Что имеется в виду? В общежитии? То есть, по факту, они голосуют в общежитии, вот, но где гарантия, что, поскольку они прописаны, да, в тех местах, где, ну, собственно, откуда они поступили, свои вузы, что их там нет в списках. Таких гарантий нет. Это никто не проверял, не устанавливал, поэтому есть возможность иметь их дважды в списках. Дальше есть военнослужащие, которые тоже самое прописаны, как бы, дома, и значатся в избирательных списках, в списках по месту прописки, но голосуют в армии непосредственно, да, и причем голосуют 100%, и это закрытая система, как там происходит голосование, никто толком не знает. Ну, я в армии служил, а знаю, как это происходит, да, когда всех выстраивают, подводят к Дому культуры, где, ну, избирательный участок, дальше дается команда. Значит, все должны проголосовать в течение 10 минут, а тот взвод, который проголосует медленнее всех других, идет на ряд, или там получает два наряда без очереди. Поэтому голосование происходит таким образом, что все, сломя голову, бегут, значит, ломая двери на этот избирательный участок, соответственно, на перегонки получают бюллетени, на ходу ставят галочки туда, куда нужно, соответственно, бросают, да, за этим всем наблюдают прапорщики, которые замешкавшихся, значит, бойцов пинками подгоняют, ну, и далее, значит, за 5-7 минут вся воинская часть голосует. Как надо. Как надо, да. Ну, и тот взвод, который слишком медленно все это делал, он получает до наряда без очереди. Ну, это не во всех, конечно, случаях, ну, это вот некоторый такой, как бы, тип голосования, который до сих пор наблюдается в армии. Вот. Ну, и, опять же, есть ряд республик, где мертвые души есть, пенсионеры, которые давно умерли, но они числятся живыми. Ну, механизм показал Байден. Да, и, соответственно, тоже участвуют в голосовании, участвуют в кавычках. Вот, поэтому мы имеем то, что имеем. Ну, собственно, вот, как раз Едину Россию, я думаю, бессмысленно критиковать, все уже понимают, что произошло. Я только отмечу некоторую такую черту или особенности этой компании, которая лично меня очень сильно задевает. И то, что связано непосредственно с Единой Россией. С моей точки зрения, единственная новация, которую продемонстрировала Единая Россия и ее административные технологии, вот с такой содержательной точки зрения, мы же понимаем прекрасно, что никакой программы не было, никакие там планы преобразования России не выдвигались. Но, я думаю, что все заметили, что, например, в социальных сетях и в Ютьюбе появилось огромное количество роликов матерного характера. Да? Я извиняюсь, вот вы запикаете, скажем, один из таких самых популярных роликов. Не надо запихивать, мы в прямом эфире. А, понятно. Пропускайте. Пропускаю. Ну, типа, не профукай выборы. Ну, в матерном таком режиме, да? Значит, плюс вот эти вот все, там, садом Маза, порнография, вот эти ролики все, да? И везде мат. Молодежь матерится, женщины матерятся и так далее, и так далее. То есть, это некая такая инновация. По всей видимости, Единая Россия решила таким образом на свою сторону привлечь электорат Моргенштерна, да? Он большой электорат. Дойти до молодежи, значит, соответственно, посчитала, что с молодежью нужно разговаривать на таком языке. Вот. Но это на самом деле, это какой-то беспредел. То есть, партия власти, которая должна подавать пример всему обществу, в том числе с точки зрения морали, каких-то ценностей, она вдруг ударилась в полную отмороженность в этом плане, да? Полную бесприсыпанность. Вот. Значит, ну, может быть, мы к этой партии еще вернемся, тем более, если будут вопросы наших слушателей. Я хочу сказать еще о трех структурах, о двух структурах Корока, о которых вы упомянули, да? Это партия «Новые люди», партия «Пенсионеров». Ну, и о КПРФ поговорить отдельно, да? И подробно. Вот. Что касается вот этих двух партий, ну, опять же, вот это все было очень прогнозируемо, потому что, я, кстати, и писал, и на Вроле публиковал статьи по поводу того, что очень идет активная кампания средств массовой информации, видно, что дана была зеленая улица партии «Новые люди», что за «Новые люди» никто не знает. Я знаю одного нового человека, это Саватеев Алексей, доктор физмат-наук, у нас несколько раз здесь выступал. Я не знаю, какой он политик, думаю, никакой, но математик, он блестящий. Вот, ну, наверняка, там и есть достойные люди, но в целом, народ не знает, что это за люди, да, название удачи. Вот, в любом случае, нужно было продемонстрировать власть, вообще решить две задачи. Но какой новый людь пришел некоторое время назад на Украине, в целом президентом стал, ну, по сути. Ну, дело в том, что у нас избиратель мудрый, да, он постоянно дает шанс каким-то новым людям. Вот я рассказывал в программе здесь, как, например, родина появилась, избиратель дал шанс появлению этой партии, да, как невесть, откуда взявшийся. Тут, конечно, такой эффект наверняка был, но в любом случае, если говорить о замысле Кремля, то был расчет на решение двух задач. То есть, с одной стороны, продемонстрировать, что есть какие-то новые люди, и, соответственно, власть как бы дает карт-бланш этим новым людям, хотя на самом деле это абсолютно подобранные люди прокремлевские, это остатки движения наши, это всякая творческая интеллигенция московская, да, всякие люди приближенные опять к той же администрации президента, к правительству и так далее. Вот. И второе, посредством этих новых людей, поскольку это, ну, абсолютно либеральная структура, да, там опять же тоже ничего нового нет, попытаться перехватить электорат Навального с одной стороны, с другой стороны минимизировать влияние яблока. Да, поскольку новые люди, это как бы та же самая ниша, по сути дела, что у яблока. Вот. И я думаю, что, ну, опять же, есть опросы, да, результаты этих опросов, несмотря на то, что партия власть усиленно опубликовала в последние, особенно, две недели результаты опросов, где давала завышенную оценку, партии Новые Люди, тем самым давая установку, именно на эту цифру, на эту цифру. Значит, ну, я думаю, там не менее трех процентов приписали, так или иначе, этой партии. Вторая структура, которая, напротив, как раз показывала пятый результат, в целом шесть, шесть, семь, там, даже иногда восемь процентов, это партия пенсионеров, которая, которые допустили до выборов, но действительно были проблемы с ее оценкой, я имею в виду проблемы в Кремле, да, что делать с этим, но в конце концов было решено, что тема пенсионеров все-таки очень такая, для них убойная и болезненная, и, соответственно, когда вдруг достаточно большое количество пенсионеров начинает гласать в свою партию, это нежелательно для партии власти, поэтому вот как раз им, я думаю, у них отняли два-три процента, может быть, больше. Вот, что касается этих двух структур. Вот, все остальное, там, расклад более-менее верный, там, не считая деталей, да, что, может быть, там, Шевченко набросали немножко, там, где-то как-то. Или отбросили, это не особо. Да, это как бы не важно. Вот, давайте поговорим отдельно КПРФ. Почему, вот, если мы, опять же, понимаем, почему, значит, Единая Россия получила гораздо больше, чем она, по идее, могла бы получить, если бы выборы проходили, действительно, демократично. Вот, почему КПРФ, рейтинг, который гораздо выше тех, почти 20%, которые она получила, да, при всем при том, что были очень высокие ожидания, и в самой Компартии, да, у многих, у многих такая эйфория была, что не сегодня, завтра, значит, коммунисты аккумулируют на себя весь протест, и вообще, учитывая, что на самом деле, на выборах участвовала, по сути дела, только одна протестная структура, да, ну, коммунистов в России не будем иметь в виду, вот эту спойлерскую структуру, то есть только КПРФ, вроде бы им должно достаться все левое поле, не только левое поле, но еще и патриотическое поле, да, учитывая, что патриотических организаций, выборах не было, вот, почему такой маленький процент, вот, и тут я такую свою личную точку зрения выскажу, при всем при том, что, да, вот я своим друзьям, кто обращался ко мне и спрашивал, как голосовать, я всем говорил, если будете выбирать между партиями, то определитесь, вот, кто вам больше нравится, КПРФ или партия пенсионеров, например, да, и в зависимости от того, как вы относитесь к этим партиям, голосуйте. Что касается кандидатов-одномодатников, вот смотрите список, находите коммуниста, голосуйте за него, да, это будет лучшим решением, да, вот, тем не менее, почему я оцениваю в целом кампанию КПРФ как провальную? Ну, кто-то может сказать, что 20% это много, но, еще раз повторю, по идее, учитывая рост протестных настроений в стране, да, и эти протестные настроения по многим вопросам достигают 60%, почему КПРФ не смогла даже хотя бы 30% этих голосов собрать? Ну, даже если учесть, что там очень много у нее отняли, тем не менее, кампания была проведена вяло, у меня такое ощущение, что, видимо, в таком же ключе эта кампания была проведена, как в 96-м году президентские выборы, да, когда Зюганов был пассивен, были достигнуты какие-то соглашения, вот, ну, и сейчас, вот, такой же дежавю, то есть, полная бескребетность, я бы сказал, такая пассивность, руководство, вот именно команды Зюганова. Значит, я вот, четко делю, как бы, сторонников, КПРФ, и, как бы, вообще левые силы, на три такие большие категории, то есть, с одной стороны, есть люди, которые симпатизируют коммунистическим, социалистическим идеям, которые готовы голосовать за КПРФ, и голосовали за них, это одна сторона. Второе, это рядовые члены партии, КПРФ, активисты, да, которые отдают свое время работе в этой организации, и третье, это верхушка, вот та часть верхушки, которая заняла соглашательскую позицию. Значит, но для меня, на самом деле, не новость, что КПРФ, вот, в ходе этой кампании, себя никак не проявила, не выдала никакой программы, не проявила ни одной массовой акции, серьезной. Ну, я сейчас не беру Москву, там, да, где, значит, отдельные такие активные члены, типа Рашкина, там, что-то пытались сделать, да, я беру в стране в целом. Вот, и тут есть объективные причины, субъективные причины, почему партия была пассивная. Ну, объективные причины понятны, потому что за последние пять лет, вот, после последних думских выборов, Кремль взял такую линию на удушение Компартии в регионах. Я вот отчетливо, когда приезжаешь в какой-то регион, да, встречаешься там с лидером КПРФ, смотришь, в каком состоянии находятся организации, то есть во многих регионах, фактически, коммунистические ячейки умерли. То есть везде была дана установка Кремля, значит, первая, отсечь КПРФ от любых источников информации, вообще от любой рекламы, чтобы рекламное агентство, рекламным агентствам было запрещено размещать баннеры с рекламой, да, представителей Компартии, значит, средства массовой информации было запрещено брать интервью у представителей КПРФ и так далее, и так далее. То есть фактически организации были обескровлены. Вот, это в большинстве регионов. Соответственно, предпринимателям были даны установки ни в коем случае не финансировать КПРФ. Поэтому мы на сегодняшний день, ну, к этим выборам мы имеем очень слабые региональные организации, которые, конечно же, не могли проводить какую-то работу. В ситуации, когда эти ячейки стали действительно почти маргинальными, да, ну, естественно, молодежь у них не идет. Как можно идти в структуру, где ты не получишь ни зарплаты, никаких поощрений и так далее, никаких перспектив, наоборот. На тебя местная администрация будет смотреть как на изгоя, всячески идти облакировать, увольнять с работы и прочее, прочее. Это вот объективная причина, мы прекрасно понимаем, что Компартия оказалась в очень сложной ситуации. В то же время есть субъективные причины. Вот лично для меня, как раз, вот возник у меня, возник огромный такой вопрос, большой и жирный. В 2018 году, когда было реализовано, ну, было принято решение о повышении пенсионного возраста, это был такой момент истины для коммунистической фракции в Государственной Думе. Да, как они к этому отнесутся, потому что, ну, было несколько вариантов поведения, в том числе, такой радикальный вариант, и он напрашивался, когда после такого очень серьезного решения, которое противоречит интересам большинства населения, значит, народным массам, Компартия фактически пустила голосование на самотек, то есть, предоставила возможность коммунистам, ну, членам фракции голосовать так, как они считают нужным, поэтому, какая-то часть воздержалась, ну, естественно, большая часть голосовала против, но в целом, не было жесткой позиции. С моей точки зрения, ну, мне, конечно, легко говорить, я там не сидел в это время, да, но, тем не менее, вот так, если объективно, эту ситуацию, наверное, нужно было использовать, Компартия должна была вести себя более решительно, вплоть до того, чтобы покинуть заседание Государственной Думы, да, пленарное заседание, вот, чтобы вообще не участвовать в голосовании, например, ну, это, скажем, еще мягкий вариант, и были жесткие варианты, но поскольку этого не произошло, вот, лично у меня возник вопрос, что на самом деле партия уже, или руководство партии стало заложником, сдулись, да, заложником тех депутатов от КПРФ, которые попали туда, заплатив за свое место, либо из карьерных соображений, которые, естественно, и на какие шантажи не пойдут, поскольку они получают очень серьезную зарплату и хотели бы это все сохранить, да? Ну, не только зарплату, там же еще другие. Ну, понятно, да, я это имею в виду, имею в виду. Зарплату в широком смысле слова. Зарплату плюс бонусы и так далее, и так далее. Значит, вот, поэтому я, как бы, уже не ожидал от КПРФ чего-то такого сверхъестественного, ну, и только лишний раз мы убедились, что, вот, Зюганов фактически определил себя как соглашатель, при всем при том, что в партии огромное количество молодых людей, ярких, да, и, наверное, было бы смысл перед этими выборами какое-то обновление сделать. Вот, такие позывы были в партии, соответственно, когда, значит, пошли разговоры по поводу того, что вместо Зюганова, возможно, будет избран кто-то, вот, ну, тем не менее, значит, вот, возобладала все-таки такая консервативная часть этой партии, соглашательская, которая оставила все как есть. Ну, соответственно, вот, вписались выборы в том формате, который устраивал Кремль. Ну, это моя личная точка зрения, может быть, я ошибаюсь. Просто я хочу сказать, что впервые, вот, если раньше на выборах КПРФ пыталась создать широкую коалицию, всегда, да, привлекая, или формируя союз с НПСР, народно-патриотическими силами России, то в этот раз даже ни к чему не стремилась с кем-то объединяться, да, так как-то в одиночку, довольно спокойно провела кампанию и ничем не запомнилась. Вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что чрезвычайно сузилось поле возможности улево-патриотических сил в России. Потому что, вот мы смотрим на выборы, да, какие партии участвуют, и мы понимаем прекрасно, что очень-очень многих, очень многие партии просто не смогли принимать участие, потому что их либо не зарегистрировали, их лидеры находятся в черных списках, да, не дали денег, и поэтому сложно было собрать ресурс. Какие-то партии... Я уточняю, вы обратили внимание, что партия пенсионеров и 3% не набирает? Не хотят отрубить сфинансирование. Ну, да, да, да. Значит, вот, и тем не менее была такая иллюзия, что, ну, хорошо, есть КПРФ, по крайней мере, который вот этот протест аккумулирует. А в ситуации, когда мы видим вот это некое соглашательство, да, получается, что левопатриотическим силам уже, у них уже нет каналов продвижения своей точки зрения. Почему? Потому что улица для них закрыта, улица для всех закрыта. Сейчас вы не можете уже даже пикет одиночный провести, да, уже к вам вопрос, уже подходят люди в форме, да, и забирают вас в автозак и так далее. Вы не можете создать политическую партию полноценную, даже если вы ее создадите, вас не зарегистрируют, либо не допустят к выборам, и так далее, и так далее. Либо вы должны будете представить какую-то либеральную программу, ну, может, только в этом случае вас допустят, а потом на каком-то этапе, да, отказываются от этой либеральной программы, что-то объясняют. Да, своим избирателям потом что-то объяснять. Вот, в этом смысле, конечно, мне кажется, выборы рубежные, и сейчас левопатриотическим силам придется очень серьезно обсуждать, что же делать в будущем, в ситуации, когда власть обнаглела настолько, что уже не стеснялась в принципе применять вот эти административные технологии, которые находятся на грани нарушения закона, либо на самом деле являются нарушением закона. Но ведь власть-то все равно же не монолитна. Мы же с вами это в любом случае понимаем. В этом вопросе она монолитна, вот в этом вопросе. То есть, люди, скажем так, во власти по-разному видят трозит, да, кто должен прийти к власти после Путина, представить, какой группировки, радикально либеральный, прозападный, или там более национально ориентированный, но по отношению к населению, по отношению к политической системе, они в целом консолидированы, потому что им не нужна политическая система, им нужна административная система, им не нужно участие людей в принятии решения. Но мы же с вами знаем, что любая жесткая система, она одновременно хрупкая, и что внутренние натяжения в этой системе даже без особо, могут разрушить ее при наличии очень легкого внешнего фактора. Ну, по крайней мере, ну, мы же знаем, стекло, твердое, монолит, ну, в какое-то место ткнул, все расколол. Ну, Алексей, вот вы меня вынуждаете вспомнить историю и такие очень трагические страницы этой самой истории. Вот это натяжение, про которое вы говорите, да, в начале 20 века вот это натяжение когда прорвалось, в какой момент это произошло, потому что назревало, назревало, значит, назревал этот прорыв, да, противоречия между народной массой и, значит, властью, увеличивались, да, террор не помогал каким-то наиболее активным группировкам, отражающим, как они считали, интересы народного большинства повлиять на власть, значит, но по всем критериям революции или серии революции русских, да, началась в 1905 году. А что случилось в 1905 году? Вот ключевое событие или, скажем, тот камешек, который вот выдернул и вызвал лавину. Я вижу их два. это кровавое воскресенье и цусимское сражение. Вот, значит, ну, сейчас мы внешние факторы не обсуждаем, потому что таких факторов много, и они, конечно, будут подталкивать наши политические субъектности к столкновениям, да, если говорить о внутренних, вы абсолютно правы, то есть, есть кровавое воскресенье, да, в чем суть вот этого события? То есть, с одной стороны, нашлись какие-то широкие массы, нашлись какие-то люди, которые повели эти широкие массы непосредственно к дворцу, прекрасно понимая, да, что будет какая-то жесткая реакция власти на это. Значит, и была жесткая реакция власти, расстрел людей, то есть, пролилась кровь. Значит, вот в ситуации, если, представим себе, что если в России, например, какая-то масса людей, понимая прекрасно, что она встретит очень жесткий отпор со стороны власти, но люди, тем не менее, готовы пойти на пулеметы, здесь такие найдутся, после чего власть применит очень жесткие меры и польется кровь, тогда, да, вот это натяжение сработает, оно порвется. Но я не вижу, то есть, вполне возможно, что власть, в принципе, готова, да, к жестким мерам, или будет готова в ближайшее время к жестким мерам, потому что это достаточно много сторонников таких жестких мер в нынешнем правящем классе. Но если в обществе люди готовы пойти на пулеметы, я их не вижу. Вы видите? То, о чем мы с вами говорили, кризис низов, ну, месяцев два назад, что не готовы низы, не готовы на действие. И более того, и низы не готовы, и таких политических структур нет, я имею в виду в левопатриотических силах, потому что, например, среди либералов огромное количество провокаторов, которые поведут куда угодно. Более того, еще приведут фотограф, будут снимать, показывать, там бабушку уронили на асфальт, там кого-то пнули ногой и так далее, будет это все раскручивать. Но в левопатриотических силах нет таких лидеров, которые бы провоцировали настоящий губер. То есть, попов гапонов пока не видно в этом левом поле. Хотя, кое-кого из наших спикеров называют красными гапонами. Поэтому мы как-то с Хазиным здесь говорили по поводу того, что все гниет и будет гнить и дальше вот эта ситуация. Но по всей видимости будет происходить именно это. Если у кого-то какие-то сомнения насчет Зюганова, я бы, может быть, рассказал бы пару таких историй своих собственных, связанных с Геннадием Андреевичем. Потому что я, в принципе, всю верхушку знаю КПРФ давно. Я Сергея Обухова знаю с 88-го года, который, ну, как бы главный идеолог КПРФ. Он работал в ЦК Комсомола в международном отделе и занимался Польшей. И когда я в ЦК Комсомола в аппарате организовал такой политклуб оппозиционный, то в него ходило три человека. Ну, там два раза удалось провести. Три человека на него ходило. То есть два. Один от Торко-отдела с Аглидатой, да, посмотреть, что там такого нехорошего делается. Один, видимо, от силовых структур, вот, и Сережа Обухов. то есть как бы человек, который не побоялся ходить на этот клуб, да, вот, ну, поскольку Польшей занимался, там уже солидарность была, вот, и мы с ним дружили в то время. Вот, хороший человек, но сегодня слишком осторожный, да, уже вписан в систему, каких-то таких неординарных ходов не предлагает. Есть Иван Иванович Мельников, с которым мы работали, тоже еще в конце 80-х годов. В МГУ Иван Иванович возглавлял партком механико-математического факультета. С огромным симпатием я к нему относился и отношусь сегодня, да. И тогда мы помним, что университет стал центром такой позиционной деятельности, где от университета избрался Гаврил Харитонович Попов, это такой монстр того времени неформального движения, да. Соответственно, Иван Иванович как-то этому противостоял. Вот. Ну и Зюганов. Вот в 88-м году я с ним познакомился при очень интересных обстоятельствах. В принципе, мне с того времени было совершенно понятно, что это за лидер, и в каком-то смысле он приведет, когда вот образовался КПРФ, да, что он приведет эту партию в тупик. Вот, благополучно. То есть, конечно, мы ему должны поаплодировать, что он в такой сложный период времени, в 91-м году, потом в 93-м году, да, партию сохранил, тащил ее, да, но тем не менее, все-таки не вытащил туда, куда нужно. Значит, 88-й год. Очень напряженная обстановка в стране, потому что как раз вот начала образовываться демократическая платформа в КПСС, соответственно, неформальные движения в Московский народный фронт, в Москве и так далее, и так далее. Соответственно, идеологический отдел ЦК КПСС ставит перед отделом пропаганды ЦК Комсомола задачу. Вы там занимаетесь политической и экономической учебой, организацией, молодежи, вот, ну-ка, придите и отчитайтесь, как у вас эта учеба поставлена, поскольку вот слишком много неформальных движений молодежных и так далее, непонятно, что с ними делать. Дали такое поручение первому, ну, как бы, первому секретарю ЦК Комсомола, он это перекинул на секретаря по идеологии, секретарем по идеологии был такой Николай Иванович Пальцев, хороший такой человек, собственно, Горбачевский, Горбачев, когда возглавлял крайком Ставропольской партии, Николай Иванович Пальцев возглавлял Комсомол, вот, соответственно, после Горбачева его взяли в ЦК Комсомола, ему за 40 лет уже было такое абсолютно, как бы, некомпетентное с точки зрения каких-то действий в такой вот экстремальный период, когда началось формирование новой политической системы и так далее, который после бюро плакал периодически, говорил о том, что, ну, слушайте, тут секретарь комитета Комсомола Магнитогорского Кабината встает и говорит, надо всех душить, а потом встает секретарь, ну, на бюро ЦК, встает секретарь, допустим, от эстонского горкома там, Наталинского и говорит, да что нужно демократии, что делать, вот, а поскольку я работал с первыми людьми, так, игнорировал всю эту иерархию, вот я это выслушивал, всего, весь этот плач его, ну, готовил для него там речи какие-то и так далее, значит, ну, вот, при походе в идеологический отдел Николай Иванович прикинулся больным, потому что он как человек опытный понимал, что на самом деле вызывает на ковер дрючить, вот, ушел в кусты, значит, уровнем ниже Фронин, который, ну, сейчас главный редактор российской газеты, значит, он тоже сообразил, что не хочется на ковер идти в идеологический отдел СК КПСС, будут дрючить, он это переложил на своего первого зама, но ниже уже нельзя по протоколу, и вот идет Игорь Игорь Шестопалов во главе, значит, этой группы, я написал доклад, вот, отчет, как происходит эта самая учеба, Игорь Игоревич берет для поддержки такой моральный профессор из Высшей Комсомольской школы, берет главного секретаря сельской молодежи, такой журнал был, вот мы вчетвером приходим, ну, переходим дорогу в идеологический отдел, июль месяц, мы в таких коротких рубашечках, значит, заходим туда, но я думаю, я так неопытный, я думаю, сейчас мы со старшими товарищами поговорим, отчитаемся, они нам посоветуют, что делать, заходим в идеологический отдел, значит, туда приходит человек, 12 мужиков, в костюмах, все как положено, значит, садятся вокруг стола, во главе стола зав. отделом Капто, ну, и так, там же на «ты» было принято обращаться к комсомольцам, там говорит, ну, там Игорь Игоревич, давай, что у тебя там, вот Игорь Игоревич, запинаясь, стоя на ковре, как положено, да, начинает вот этот доклад зачитывать, ему дают прочитать ровно страницу, после чего в грубой форме его, значит, так говорит, там, ну, все понятно, все понятно, вот Капто, как бы прерывая, да, значит, свое вот это вот такое достаточно, ну, хамское, что ли, поведение, прикрывает, сопровождает такими тирадами, он говорит, да, товарищи, как здорово, сейчас демократическое время наступило, мы с вами, можно сказать, сидим за круглым столом, с молодежью, обсуждаем проблемы, вот, а, представьте, это молодежи в возрасте далеко за 40, стоит, значит, на ковре, по струночке, нервно перебирает эти бумажки, значит, вот, и вот дальше, значит, Капто говорит, так, товарищи, ну, давайте, значит, задавать вопросы, ну, там, люди, как бы сидят, вот эти все инструктора, в том числе, Зюганов, начинают задавать вопросы какие-то, но ни на один вопрос не дают Игорь Игоревичу ответить до конца, просто грубо прерывают, все понятно, все понятно с вами, потом встает инструктор, заготовленный разгробной речью, да, где в этой речи написано, что все, что происходит в стране на тот момент времени, да, Московский народный фронт, все эти возмущения людей, во всем виноват, во всем виноват, почти, во всем виноват комсомол, комсомол, вот там, и вся эта комсомольско-политическая учеба не работает, и так далее, вот, значит, потом следующий круг, так, товарищи, давайте высказываться, и вот, значит, ну, кто-то что-то говорит, такое формальное, доходит очередь до Зюганова, а он все это время, вот он очень интересно так сидел, в своей такой манере, не поворачивая головы, не смотря по сторонам, вот так вот, кулаки вот так вот у него сжаты, вот так вот смотрят, значит, стол, с багровым таким лицом, накачивает себя внутренне, когда дошла до него очередь, а он был инструктором орготдела, в то время, всего-навсего, и вот он, значит, так выдержал паузу, потом так поворачивает голову, в сторону вот этого, значит, докладчика, комсомола, и таким громовым голосом говорит, на горный Карабах, это потому, что у вас комсомольская политучеба не работает, то есть, вот обвинение такое, вердикт вынес, напротив меня сидел, ну, тоже один из сотрудников ЦК, по фамилии Волчихин, ну, он уже, видимо, собрался уходить, такой больный, он на меня смотрит, видит, что я ухмыляюсь, и он на меня смотрит и говорит, «Ха, сами все развалили, на комсомол сваливаем». Мы потом с ним вышли, там поговорили, все. Вот, я так на Зюганова посмотрел, думаю, далеко пойдет. Вот в этой ситуации такие нужны, вот эти цепные псы, которые, значит, там, умеют заниматься демагогией. Вот, и дальше внимательно за ним наблюдал, очень хорошо его знаю. И более того, в прошлом году делал даже некоторые шаги, вот я, Зиновский клуб, мы делали определенные шаги с целью поддержать КПРФ на будущих выборах и предлагали, Зюганову определенные действия. В частности, эти действия были с тем, что, поскольку повестки дня нет своей, да, у КПРФ, сейчас как бы не буду развивать, я как бы в этом уверен и знаю, да, они даже в отношении умного голосования не могли выработать какую-то свою линию. Значит, соответственно, программных каких-то таких инновационных текстов, значит, разработок не существует. Но в свое время, ну, поскольку вот я как бы возвращаюсь к своей теме, Зиновский клуб, да, Александр Александрович Зиновьев, который в свое время дружил с Зюгановым и кое-что сделал для Зюганова, в частности, по просьбе Зиновьев публиковались, переводились на языки иностранные, европейские книги Зюганова, да, издавались за рубежом. Вот, вот, более того, по просьбе московской организации КПРФ Зиновьев в нулевые годы написал книгу, называется «Идеология партии будущего» с расчетом на, как раз он прогнозировал некую ситуацию, то есть для партии на вырост, да, вот есть такой идеологический документ, который очень важный, в принципе, для обновления программы КПРФ можно было бы взять в основу этой книги, тем более, что Зиновьев не претендует ни на какие лавры, он уже умер давно, вот, и можно было обновить идеологию. Для этого должны бороться. Конечно. А КПРФ, мне кажется, боится бороться. Ну вот. Как структура, я не говорю про конкретных людей, как структура боится бороться. Я вот про это и говорю. Более того, мы приняли приглашение, предложение Костромской организации КПРФ о том, чтобы Ксения Зиновьева, то есть дочь Александра Александровича выдвинулась там от левых сил. Ну, она не член партии, но тем не менее, такое предложение приняла. Приняла участие в выборах в законодательном собрании области. Вот. Из семи кандидатов она заняла второе место, но первое место понятно, что занял некий Единорос, который завалил свой округ деньгами. Выяснилось, что он брал, ну, взял там кредиты на какой-то бизнес, оказался мошенником, сейчас должен кучу денег, поссорился с губернатором, сейчас выступает везде, у Караулова там и прочее, прочее, значит, катит бочку на губернатора, то есть стал изгоем фактически, да, и по нему плачет уголовное дело. Чапанов такой, значит, бывший милиционер, ныне предприниматель, который, ну, понятно, вот, и это уголовное дело, которое мы следим, это вполне обоснованно. То есть, был шанс, реальный, Ксения боролась, она показала там чудеса, да, в очень сложной ситуации в консервативном регионе она заняла второе место. Вот, и, значит, там еще один опыт был интересный, тоже с нашим участием, мы, это тот опыт, который прогремел на всю страну, когда в Чехламском районе победила уборщица. Чехламской район, это родина Зиновьева, это наш регион, ну, наш район, где мы постоянно работаем. Глава муниципального образования, в котором это победила эта девушка, это Алексей Зиновьев, да, то есть, дальний родственник Зиновьева, человек, которого вот мы буквально месяц назад вручали там медаль за столетие, посвященный столетию со дня образования СССР. Вот, и, соответственно, делали предложение Зюганову, что можно этот фактор использовать. Во-первых, есть молодой человек, там, Ксения, Ксения Зиновьева, да, которая себя очень хорошо проявила. Значит, есть фактор Зиновьева с точки зрения идеологической, есть Зиновьевский клуб и так далее. Если вы хотите, например, там, обновить программу, мы готовы вам содействовать. Но масса чего интересного предлагалось. Зюганов в течение, там, полугода, мало того, что прятался от Зиновьевского клуба, да, от этих предложений, соответственно, обещая там что-то, да, хорошо, хорошо мы встретимся. вот как бы некое такое свидетельство. Более того, он завалил даже, была такая ситуация. Дело в том, что Орловский губернатор организовал конкурс, литературный конкурс имени Зиновой, такой интеллектуальной литературы. Это где-то было года полтора назад он вышел с такой инициативой. Зиновьевский клуб согласился, принял участие в организации этого конкурса. В конкурс в жюри вошли такие известные люди, как, значит, писатель Шаргунов, писатель Поляков, литературный критик Волгина и так далее, так далее. Очень достойные люди. Значит, огромное количество людей, писателей, поэтов приняли участие в этом конкурсе. Да. А дело в том, что Кумпартия за это зацепилась, да, и сказала, что Орловский же губернатор, он член КПРФ, и мы готовы тоже в этом участвовать, мы готовы стать там одним из... Орел же уродина Зюганова, да, по-моему, Орловское выставство? Ну, да, по-моему, да. Значит, вот мы готовы это финансировать, то есть пообещали. Под эти обещания, значит, Кумпартии, да, лично Зюганова, значит, финансировать этот интеллектуальный конкурс. Собственно, было собрано это самое бюро и так далее, и так далее. Ну, понятно, что это носит не партийный характер, но, тем не менее, там помимо партии есть другие участники, но партия тоже обещала. И в итоге не сдержала своих обещаний. Ну, грубо говоря, кинула. Просто этот самый конкурс. То есть ситуации, когда мы понимаем прекрасно, что эта партия огромный коммерческий механизм. Да, есть там деньги. Вот они распределяли, значит, на эти выборы кандидатам там своим нужным, партийным организациям и так далее, и так далее. Но кинули этот конкурс. Удивительно. То есть я в данном случае, как бы, у меня-то никаких личных обид нет, я в этом конкурсе не участвую. Хоть я говорю про Зиновьевский клуб, и там как бы к нему имею прямое отношение. Но, тем не менее, это проектов огромное количество у Зиновьевского клуба. И мы взаимодействуем, чтобы тоже было понятно, не только с Зюгановым, мы взаимодействуем и с Справедливой Россией активно, и с Партией пенсионеров, и с Единой Россией. Там есть даже общие программы. Вот. Сейчас, например, в рамках столетия ближайшего там Зиновьева готовится указ президента. И, соответственно, есть нормальное конструктивное взаимодействие, с самыми разными силами. Я просто в данном случае рассказываю о том, что руководство КПРФ вот в лице Зюганова, прежде всего, проявило такую, скажем, пассивность. Традиционную. Традиционную, да, нечистоплотность. И вообще не использовало тех возможностей, которые открылись вот на этих выборах или открывались на этих выборах. Для КПРФ как единственная структура, которая могла бы на себя весь протестный электорат мобилизовать. Но этого не произошло. Я это рассматриваю почти как трагедию для всех левопатриотических сил. Потому что, что дальше будет делать соглашательская структура, да, или, скажем, это достойная структура с соглашательским руководством в Думе. Но ничего хорошего. Я, кстати, могу сказать, что неоднократно обращался к руководителям КПРФ, учитывая, что мой друг очень хороший Виктор Ильич Зоркальцев, это был Зан Зиганова по партии или по фракции, сейчас уже не помню, который возглавлял комитет по делам общественных и беден религиозных организаций в Госдуме, с которым очень многие законопроекты вместе делали. И вот в рамках того, что мы делали с Виктором Ильичем, а он умер уже, я пытался передать это каким-то другим, вообще в партию, другим коммунистам, разговаривал с Плитневой, там с другими, и говорил о том, что вот, например, есть такой законопроект, проект федерального закона о правовых гарантиях оппозиционной деятельности. И хорошо бы, чтобы, ну, это вообще на пользу КПРФ, чтобы они внесли этот закон, еще другие законопроекты им предлагал. Ничего не происходило. Никому ничего не нужно было. Вот что такого существенного за последние пять лет в Государственной Думе сделала фракция КПРФ? Вопрос. При всем при том, что очень много отдельных депутатов с такими инициативами и выходили, с интересными инициативами и выходили, да, к руководству. Но повестки дня протестной, левопатриотической КПРФ и ее руководства не было сформировано. Вот проблема. Поэтому, что дальше будет? Кто будет представлять интересы левопатриотических сил в политической системе России завтра? Я не могу этого сказать. Но на самом деле, ведь мы же помним, да, что опереться на мягкое нельзя. Ну, вноват. Ну, понятно. И если нет серьезного противодействия, то даже и власть это, ну, мягко скажем, работа сильно затруднена. Ну, мы же понимаем, да, что конец Советского Союза, временный конец, я надеюсь, это суть трансформировалась в катастрофу всего капитализма, потому что не было системного противодействующего фактора. И плюшевизация КПРФ, извините за такое. Хорошее слово, да. Именно так. Вот. Она же означает и для этой власти конец. по идее, вот эта позорная победа, да, Единой России, она может привести к ее катастрофе, от этой победы до катастрофы путь-то может быть достаточно короток, на самом деле. Но вы назвали свою программу путь от победы до катастрофы один шаг. С моей точки зрения не один шаг, а как минимум два. Все-таки первый шаг он связан с дальнейшей деградацией политической системы и системой власти, да, которая должна как раз подвести страну кровавому в воскресенье. А вот второй шаг уже связан с появлением как раз в массах той самой силы, которая готова будет все-таки, ну не как нынешний КПРФ, а все-таки достаточно последовательно и жестко повести людей к борьбе против системы. Вот, все-таки как минимум два шага. Ну, будем надеяться на лучшее, но, к сожалению, вот мы сегодня, выходя вот из этой избирательной кампании, понимаем прекрасно, что она для всех сложилась трагически. Вот, какой бы эйфории не было, как бы там Собянин не кричал Путин, Путин, да. Но мы-то знаем, что они из разных эйфории. Никакой у партии власти быть не может, то есть на самом деле они должны поминки по самим себе организовывать. к сожалению, и для организованной части левопатриотических сил в каком-то смысле это тоже закрытие проекта. То есть партия, понятно, будет существовать, но это уже не та структура, на которую значительная часть левопатриотических сил и народное большинство будет ориентироваться. Будет искать каких-то новых представителей, мне кажется. еще один вопрос такой конспирологический. Конспирологический вопрос. Как вы знаете, миром правят знаки и символы. Скажите, пожалуйста, то, что Медведев сказался больным на сегодня, это к знаку чему? То есть все уже отработанный материал, пусть болеет дальше или как? Да нет, ну это знак-то был раньше, то есть когда первую пятерку сформировали и фактически назначили руководителем партии таким неформальным Шойгу, все было ясно, что Медведева убрали, это он что-то там пытался сказать, но сказал, как всегда, несуразное нечто. Вот, поэтому на самом деле ни он не болен и там его особо никто не приглашал, даже если его приглашали на партию прийти, то ему было абсолютно не комильфо приходить в роли кого? В роли основной козы-барабанщика туда, да? Вот, поэтому он прикинулся больным и не пошел. Поэтому про Медведев нужно забыть. Медведева можно вспоминать только в одном случае, это анализируя некий проект, который двигает сегодня, ну, проект для России, да, который двигает сегодня семья Ельцова, да, то есть вот эта группировка, которая отчасти монархическая, отчасти видит по-своему транзит, возвращение в 90-е годы, да, то есть убрать авторитарного Путина вместо него, значит, что пришли какие-то либералы, которые разделяют идеи 90-х годов, а поскольку политиков-то не очень много оставшихся, и тем более, ну, как сказать, с хоть с каким-то имиджем, с каким-то рейтингом с 90-х годов, ну, Медведев, возможно, он отвечает каким-то параметрам, да, того политика, на которого может делать ставку семья, хотя тоже это уже за последние... Тогда их очень жалко. Да, за последние 2-3 месяца уже тут окончательно тоже... Тогда их очень жалко. Если этот персонаж сдулся, вот, даже уже для них, наверное, он не является каким-то знаменем. Вот, так что все, предлагаю про Медведев забыть и думать над тем, что будет делать партия «Единая Россия» в ситуации, когда вот эти лидеры, которые привели эту партию к победе, вовсе не собираются быть депутатами. Вот, мне кажется, что, наверное, будет попытка в Государственной Думе как-то перезагрузить вот эти все структуры, да, может быть, поменять руководство, может быть, того же Зюганова поменять на еще более соглашательскую... На еще более Зюганова. Да, да, на еще более соглашательскую фигуру. То есть, такие стремления есть в Кремле. Вот, но это, собственно, все верхушечные вещи, да, которые нас мало интересуют. Нас интересует состояние общества, состояние людей, вот этого народного большинства, про которое мы все время говорим. Соответственно, те возможности, которые могли бы люди использовать для того, чтобы хоть как-то влиять на политический процесс. Ну, давайте, перед тем, как перейти к вопросам наших зрителей, их тут не очень много, в основном люди между собой общаются, но общаются много, значит, тема их интересует. Как помните, Владимир Ильич Ленин создавал партию нового типа, а у нас еще, помимо упомянутых нами партий, есть две партии старых типов. Старого типа Миронова и старого типа Жириновского. Вот эти, так скажем, имитаторы многопартийности имеют какую-то собственную функциональность? Или это, так скажем? Ну, конечно, имеют. Начнем с ЛДПР, потому что есть, опять же, две повестки в ЛДПР. Первая повестка, это то, что... Каждому мужику бутылку водки? Нет, нет, я имею в виду другой критерий. То есть, первая повестка связана с голосованием Госдумы. Это стопроцентное голосование, так скажет Кремль, абсолютная лояльность Кремлю и так далее, и так далее. Там вообще не рассматривается вопроса, связанная с защитой русских и защитой бедных. Вот, это Жириновский и его партия делают безупречно. Это ради чего его держат в Государственной Думе и так далее. Есть вторая повестка дня лично Жириновского, да, потому что ему нужно постоянно быть перед камерами, более того, у него есть завязки с какими-то заказчиками, есть коммерческие проекты, это совсем не имеет отношения к голосованию. Вот в этой второй части он может делать все, что угодно, надувать щеки, значит, защищать русских и бедных там и так далее, и так далее. То есть, все зависит от момента. Вот, я тоже очень хорошо знаю, как это все происходило и с 90-го года с ним знаком. Вот, и подмечал, как бы, его стремление очень плотно ориентироваться на средства массовой информации. когда, например, в Храме Христа Спасителя проходит какое-то мероприятие, Рождество, например, или там Пасха, да, обычно политики игнорируют, но первые лица приходят, а Путин, Медведев приходит, в свое время Лужков приходил и так далее. на такие мероприятия. Но там всегда присутствуют камеры, потому что идет фактически многочасовое вещание из Храма Христа Спасителя, да, той же Пасхи, например, или Рождества, которую смотрит вся страна. И по Первому каналу, и по Второму каналу, ну, по Телеканалу России. Так вот, я наблюдал за Жириновским, как вот себя ведет. Он обязательно приходит на эти мероприятия, он смотрит, где находится камера, он находит место, где ему стоять, на какие-то приступочки, где будет выглядеть. Потому что камера, она как работает? Это в Думе точно так же. То есть они показывают как бы общую панораму этих прихожан, участников действия, но при этом стараются фиксировать как бы камеру на каких-то узнаваемых лицах. А поскольку таких лиц мало, ну, один-два министра, например, присутствуют, или еще там один-два депутата узнаваемых. Вот они вот так шарят, и поскольку таких людей особо найти не могут, но стоит Жириновский. И поэтому они постоянно на нем фиксируют эту камеру. И он это знает хорошо, и вот он эти пользуется. То есть он как бы грамотно работает. Поэтому он нужен системе, и он выполняет очень важную роль вот этого самого имитатора в ситуации, когда нужно, чтобы кто-то имитировал патриотические силы. Поэтому никакая патриотическая структура не допущена до выборов и до участия в парламенте. Она гасится. Ну, исключение, например, сейчас это Родина составила. Ну, Родина именно потому, что это партия одного легиона Тамбовской области. Сколько она там получила? Не знаю. 0,7. 0,7. Ну, вот она пусть типа будет, да. А вот Жириновский, он это на себя оттягивает, как бы, самой ритоликой, антикремлевской якобы и так далее на этих всех митингах. Поэтому она играет свою роль важную. Что касается Справедливой России, ну, понятно. Шири, называем, с пропозаброй. Да, но я все равно это не воспринимаю, вот этот предаток, да, Прилипинск, значит, Семигинский, потому что, ну, они ничего нового не привнесли в эту структуру. Ну, может быть, некоторый такой патриотический пафос. Вот. В любом случае, эта партия, она является ведущим спойлером КПРФ и понятно, что не очень много процентов от КПРФ она отнимает, но все-таки отнимает. Вот. Поэтому она тоже как бы нужна Кремлю в данный момент времени и нет необходимости ее упразднять. Вот если, например, им удастся из новых людей что-то вылепить, ну, имеется в виду слить окончательно партию Роста, гражданскую платформу, все вот эти вот там непонятные структурки, которые, собственно, для этого и существуют, чтобы либералов как-то продвигать. Вот. Наша власть, да, которая говорит о том, что она консервативна за стабильность, значит, там, за патриотизм и прочее, прочее, на самом деле либеральна. И поэтому постоянно каждый выбор реализует какой-то либеральный проект, а то и несколько. То есть, давая шанс вот этим самым либералам, но лояльным либералам в Думе реализоваться. И насильно просто фактически толкает их туда, да, гражданскую платформу, партию Роста, вот этих зеленых там многочисленных. И вот, наконец, новые люди. Им удалось протащить этих самых либералов, группу, но лояльных либералов. Вот. Соответственно, вполне возможно, что, может быть, они на них сделают ставку в будущем, да, как-то им удастся переупаковать. Вот. Но в любом случае, пока ни ЛДПР, ни Справедливо России ничего не угрожает, я думаю, что они до конца срока этой Думы отработают, но дальше будет видно. Серьезный вопрос нам задают. Кому в России нужна смута? Ну, что под смутой понимать? Смута и есть. А что сейчас не смута? Вот. А кому нужна? Нужна муть, да, вот смута муть нужна. Потому что в мутной воде хорошо ловится рыбешка и мелкая, и крупная. Вот. Правящий класс ловит эту крупную рыбешку в огромном количестве. Количество миллиардеров растет, их состояния растут. Вот. Деньги во все увеличивающемся объеме ввозятся за рубеж. Ну, для этого нужна муть и нужна смута. При этом, естественно, нынешняя власть пугает население какой-то другой смутой, да, который может возникнуть, если там народ начнет поддерживать какие-то протестные силы. На самом деле, основная смута, вот она сегодня идет, когда никто не знает, куда движется страна, чем занимается правящий класс, помимо воровства, по сути дела. Вот. И абсолютно мутные схемы, в том числе на выборах. Да. Я, кстати, забыл сказать, вот в силу этих мутных схем, которые уже просто превышают разумные пределы. Сейчас вот ряд людей выдвинул такую инициативу, значит, ну, я в свое время тоже вместо умного голосования, да, предлагал открытое голосование. Что имеется в виду? Что выборы должны быть не тайными, они должны быть открытыми. По идее. То есть в ситуации, когда воруются голоса, воруются бюллетени и прочее, прочее, может быть, есть смысл перейти на открытое голосование. Когда каждый человек знает, вот, и все открыто, как он проголосовал, это все опубликовано. У нас Валерий Промысловский такой есть. Он у нас здесь опубликовал статью, где он предлагал схему немножко другую, что каждый человек сам решает, хочет он голосовать тайно или хочет он голосовать открыто. Ну, это переходный такой процесс, потому что понятно, что многие не готовы бояться, например, власти, да. Есть такой момент. Но в целом нужно стремиться, как мне кажется, к открытому голосованию. Ну, вот в нынешней ситуации. Вот такое мнение высказывают у нас наши читатели, слушатели, что Гапон развеял иллюзии народа о царе-батюшке. Без Гапона не было бы революции. Мы о роли личности в истории, что скажем? Без Гапона или бы нашелся бы что-то другое? Или потому что настолько были уже внутренние натяжения, что все равно где-нибудь бы прорвалось? Нет, ну, мы же говорим не об организованном каком-то выступлении массы, а то, что сложилось стихийно. А стихийно предполагает появление Гапонов или каких-то других провокаторов. В любом случае, это объективный процесс, который решает вот эту вот проблему, что ли, или обеспечивает момент истинной, когда напрямую сталкиваются власти и народные массы. Неважно, кто их повел. Ну, в каком-то смысле, может быть, это был позитивный процесс. Действительно, поскольку таким образом произошло ускорение революции в Российской империи. Если бы этого не было, ну, неизвестно, как после Сусима складывалась бы ситуация. Может быть, та же самая партия власти, тогдашняя, подошла бы к Первой мировой войне с какими-то другими настроениями, с какими-то другими возможностями, более слабыми. Но это все из области истории. Тут можно по-разному рассматривать, но в истории нет сослагательного наклонения. Поэтому мы просто фиксируем некие объективные процессы. И можно предполагать, что какой-то поп-гапон появится и в наше время. Навальный же, он в каком-то смысле играл эту роль, правильно? Гапоновскую такую роль. Призывая на баррикады, и так далее, и так далее. Но вопрос в том, в чьих интересах он это делал. Поэтому в каком-то смысле аналогия тут имеется. Ну, давайте мы последний вопрос от наших слушателей в развитии темы. Здесь люди спорят о том наличии пролетариата, отсутствия пролетариата. И задается вопрос следующий. А на каких идеалах справедливости должен объединяться пролетариат? Но я единственное в данном случае слово пролетариат заменю на трудящихся. Вот в вашем вопросе вам. Потому что по понятию пролетариат очень широко сейчас может трактоваться. Трудящийся наемный работник. То есть, у нас же два народа. Одной стороны олигархи и троемные работники. На каких идеалах справедливости? Что должно быть базисом? На самом деле все то же самое. Это же классическое понимание справедливости исходит из того, что справедливым должно быть устроено общество в целом. Общественный строй должен быть устроен справедливо, а не только сфера дохода. Сейчас, к сожалению, понятие справедливости подается, например, теми же самыми справедливоросами. Вот это безусловно базовый доход. Справедливый базовый доход. Типа да, справедливый доход. Остальное как бы не важно, что власть несправедливо распределена, что собственности актива несправедливо распределены. Поэтому это просто такое вульгарное понимание справедливости, да, популистское, которое вот некоторые партии продвигают, пытаясь такой вот, ну, скажем, не самой сознательной части электората продвинуть какую-то подачку, да, что вот, типа, мы придем, мы вам обеспечим какой-то там доход. Вот, но в целом, если мы говорим... Ну, под выбором ветеранам Куликовской битвы тоже по 100 тысяч выдали, да. Ну, конечно, конечно, причем все стороны этим же злоупотребляют. Ну, вот я это даже в одной из статей, там опубликован у меня, лотерейный фашизм так называемый, да, когда вот устраивают лотерею, все это московское правительство и прочее, по поводу явки, по поводу участия в электронном голосовании, там и так далее, всеми этими подачками. Вот это неправильное понимание справедливости, да, когда, значит, точным образом, там, власть как-то должна содействовать более, как они считают, справедливому доходу. Этому недостаточно. То есть классическое понимание справедливости касается в целом общественного строя. Ну, это... И справедливость понятия классовая или системная, как минимум? Как максимум, может быть. Ну, почему только классовая? И классовая тоже. Ну, и национальная, и религиозная, да, и возрастная, и так далее. Системная. Ой, системная, конечно, конечно. Системная. Ну что, Владимир Анатольевич, на сегодня, наверное, достаточно у нас? Заканчиваем нашу передачу. Мы продолжим в следующий раз. Да, мы продолжим в следующий раз. Следите за нашими анонсами, подписывайтесь на Аврору, не забывайте на кнопочку «Спонсировать», нажимать нашу любимую кнопочку. Вот. И в любом случае следите за событиями, мы входим в очень интересный и сложный, турбулентный процесс, где выживет только тот, кто будет достаточно бдителен. Владимир Анатольевич, спасибо. Всего доброго. Нашим зрителям, слушателям спасибо. Товарищи, до свидания. Продолжение следует...